Ну а спонсор сегодняшнего ролика, описание к ролику, описание к ролику, перейдите по этой ссылке, напишите лишь плюс, и вы попишитесь на уведомления о новых видеороликах и о начале стримов. Короче говоря, подписывайтесь на уведомления, да-да-да. Но если серьезно, то у меня к вам один небольшой вопрос. Бывало ли у вас такое, когда вы идете по торговому центру, ну не торговому центру, может быть даже рынку, идете, никого не трогаете, и вдруг начинает, знаете, прям вот вонять чем-то. Вы наклоняетесь и понимаете то, что это воняет говном, в которое вы случайно вступили. В принципе, так я и познакомился с Майнкрафт. Звездные войны. Да, ребята, я решил довыпускать все-таки пиратки, которые у меня остались, я их давно не выпускал, поэтому думаю, сейчас никто мне не скажет, Максим, ты только пиратки снимаешь. Несколько месяцев не снимал именно пиратский Майнкрафт. Че, съели? Шо, куть врос аргумент. Ты снимаешь дохрена роликов про старые игры и заставляешь меня плакать? Хорошо, ладно, возможно, это ваш аргумент. Короче, набирается 30 тысяч лайков, я сразу выпускаю Майнкрафт Ассасин's Creed. Да, у меня такая коробочка есть. Ну и со следующим тоже самое, после него будет Скайрим Ассасин's Creed. Да, у меня даже такое говнище есть. Ну, собственно, я предлагаю начать, взглянув на это. Первое, что хочу подметить, коробочка больше не походит на вот эту бумажную красоту, которую мы видели ранее. Здесь все намного проще, пластик и этикетка, которая даже не влезает по размерам. Ну да, ладно, нам же посрать, мы же так же купили это говнище. На лицевой стороне Майнкрафт Стар Варс, а чуть ниже мы видим Звезду Смерти, каких-то летучих мышей вроде бы. А нет, стоп, это не летучих мышей, это Дракон. Это Дракон из Эндер Мира. Что он здесь вообще делает? А почему в правой части вообще анимация от его смерти? Ладно, видимо, Эндер Дракон как-то был причастен к Звездным Войнам. А вы не догадывались. Вот видите, как сильно развивает кругозор пиратские игры. Действующие лица у нас на заднем фоне Дарта Вейдер с желтой палкой в руках. Или что это такое? Ну у него как бы должен быть красный меч, это естественно. А это желтый. Чуть ниже у нас Хан Соло, который держит не пистолет, а факел. Как пистолет. Хотя Лея держит красный факел. Хотя че я ржу? Люк Скайуокер вообще держит ножницы. Ну и чуть ниже Чубакка, С3ПО и R2-D2. Майнкрафт это строительная игра жанра песочница. Короче, слева это у нас просто пояснение, что у нас за Майнкрафт такое. А правее, видимо, уже пояснение, что такое Майнкрафт Стар Варс. Да, теперь Майнкрафт в стиле Звездных Войн. Более 50 модификаций на тему всего космического и воинственного. Повстанцы, Дарт Вейдер, световые мечи, огромные боевые роботы, звездные пейзажи и ландшафты далеких планет. Все это ждет фанатов внутри. Как же это клево звучит, ребят, я все и больше хочу поиграть в нее. Что касается картинок, первое, я сразу сполерну это реально с карты, на которой мы будем. А вот две других вообще просто левые херовины. Второе, это понятное дело, анимированные, а третье просто скриншот, видимо, из какой-то ведьма. Сходки любителей скинов на тему Звездных Войн, ну я не знаю. А внутри у нас диск, на котором скриншот прям с карты, на которой будет происходить весь геймплей. Ну и, конечно же, надпись Star Wars, которая даже не умещается в рисунок. И надпись Майнкрафт. И если вам кажется, что тот же Star Wars должен находиться чутка выше, чтобы это со стороны внешней эстетики выглядело нормально, то да, вы правы, оно реально непонятно куда. Я-я-я не знаю. Три ста рублей. Ну это как минимум три охренительных пиццы в моей школе. У нас сцены были такие, потому что пицца реально была охеренная. Ну еще чай. Естественно, я сразу вам предлагаю перейти к игре. Просто потому что лаунчер, ну, он обычный. А вот игра сходу радует. Майнварс. Текстур пак уже стоит, ну реально приятно, большое спасибо. Стоят даже какие-то моды. И теперь давайте зайдем в саму игру. Кстати, в плане миров здесь есть Star Wars Adventure. Да, это та самая карта на прохождение, которую форзили все ютуберы по Майнкрафту два годика назад. Суть здесь проста. Вы должны выбрать, за кого будете играть. Либо за труппера, либо за джедая. Естественно, джедая вы будете гонять со световым мечом, а за штурмовика вы будете гонять с луком. Ну да, такое себе. Я, конечно же, выбрал джедая. И после этого получил вот такой шмот, который внешне выглядит как джедайская роба. Ну и еще у меня появился световой меч, которым я им утузил своих врагов. Короче, что я должен делать на этой карте, кроме того, чтобы быть джедаем? Ну вообще, я должен помочь повстанцам уничтожить огромнейшее количество врагов и, следовательно, победить в этой неравной битве. Очень сильно проорал с того, что если ударить вот этого NPC на базе повстанцев, он издаст следующий звук. Да, это немного странно, но хорошо, это прикольно, наверное. Как вы уже заметили, абсолютно все здесь поменялось в плане текстурок. Есть даже имперские штурмовики, которые одеты в джедайскую робу почему-то. И которые пытаются вас убить своим огромным бластером. Казалось бы, это так классно и клево, но я иду нахуй. А что? Если вам интересно, хотя вам, скорее всего, не интересно, зомби превратились в тоскенов, в песчаных людей. А криперы, ну, я не знаю, это какие-то, походу, роботы, дроиды. Хотя, может быть, это опять какие-то имперские штурмовики, только переодетые. Я не правда не знаю, что это за говно. Ну, а остальные существа вокруг, спойлерну, не супер относятся к вселенной Звездных Войн. Так что, думаю, вы уже понимаете то, что данная пиратка немного попахивает этим типичным переизбытком модов. Но самое забавное, что некоторые моды здесь только мешают игре. Например, здесь есть модное обезвоживание. Казалось бы, ну, а почему бы и нет, реализм вся херня. Ну, как думаете, что произойдет, когда у вас кончится запас воды в организме? Это странно, ну, вы, короче, поняли меня. Верно, у вас начнется тошнота, и весь ваш экран будет плавать. Не супер приятное зрелище, хочу сказать вам. И как вы думаете, решили ли разработчики этой пиратки добавить, ну, к примеру, на данную карту сундуки, где будут пузырьки с водой, чтобы мы хотя бы как-то могли контролировать нашу жажду? Верно? Нет. Тогда вопрос, нахера эти моды нужны? Видимо, для того, чтобы вместе с тошнотой гореть с нерабочих механизмов. Точнее, они как бы работают, но иногда. Вот, через раз. Поэтому некоторые двери мы будем открывать просто-напросто киркой. А вместо того, чтобы, например, выстрелить с пушки вездеход, мы будем пробираться по потайной части карты и ставить красный факел, дабы хоть что-то взорвать. Вроде бы это должно выглядеть как выстрел, а в результате это выглядит как подрыв. Но зато радует, что некоторые миссии по типу «спасти заложников» выполнены не так уж и плохо. Вот только не супер порадовало то, что охраняют этих заложников пауки. И должна нас убить, типа мать пауков. Нет, не подумайте, в вселенной ЗВ есть пауки, но они на планете Аталон вроде как. А мы на планете Ход. Чё-то не сходится на самом деле. Но хочу также похвалить две мини-миссии. Первая, это когда мы взбираемся на вездеход и мочим тупых штурмовиков. А потом взламываем главный компьютер, а игра нам даёт одну минуту, дабы убраться. А потом бум. Ну и вторая миссия, это миссия, где мы должны получить особенный джедайский меч от одного кофта классного парня. И пока у нас собирается его скинуть, мы должны отбиться опять же от штурмовиков, которые вас нашли. И которые хотят вас как бы убить. Ну понимаете, да, почему вы типа хорошие, а не плохие, но как обычно. Ну и естественно вы побеждаете, а чувак, который хотел дать вам филе, твой меч скидывает и говорит. Ты классный подаван, держи мою награду. Ну и плюс ко всему духохранителя, который присобачился к нам навсегда. Медомару дух бесплодия в меч. Бесплодия. В дальнейшем мы возвращаемся на базу повстанцев, залезаем в наш космолёт, отмечаем, что выполнили все квесты, и мы телепортируемся в космос. А потом прилетаем на базу к лорду водороду. Лорд водород, чё? Стоп. Нет, лорд Волдар, водород, сука. И здесь мы сражаемся с огромнейшим количеством врагов. И будем сражаться до того момента, пока не умудримся выполнить дикий лёгкий квест на уровне «Успей нажать кнопку там, и потом там», дабы всё здесь взорвалось. И это вся игра? А, точнее не вся, потом начинается реклама Хайпиксель. Вот теперь это точно всё. Ну, знаете, ребята, я даже немного, ну, рад, потому что, в отличие от многих других пиратских игр, я эту хотя бы смог пройти и узнать, что в конце появится реклама Хайпиксель. Ведь вы этого ждёте в игре, которую покупаете за три сотни. Ну, в принципе, собственно, в этом смысл проекта, поэтому чего я горю. Ну и давайте подведём небольшой итог. Понравилась ли мне эта пиратка? Ну, знаете, она не такая уж и плохая. По сути, всё работает, текстурпак нормальный, ничего не лагает. Конечно, нижние модификации, которые, ну, вообще не в тему Звёздных войн, ну, мы к этому привыкли. Так что, в целом, учитывая то говно, которое я до этого находил, причём пустое говно, это не так уж и плохо. По крайней мере, даже забавно. Особенно лицевой стороной с факелом, самым быстрым факелом в галактике. Кстати, совсем забыл вам показать другие шмотки. Ну, типа, если вы надеваете железную броню или золотую, то вы становитесь либо джедаем, либо штурмовиком. А если надеваете кольчужную, то становитесь в пародии на ситха. Ну, или сита, кому как удобнее. А алмазная броня даёт нам возможность одеться. А я не знаю, что это. Форма похожа на королевскую стражу, цветом на стражу Сената. Короче, ребят, жду ваши варианты в комментариях. Ибо я, ну, правду ума не приложу. В общем, ребят, подписывайтесь на канал, реально не забывайте. Потому что здесь выходит много чего интересного. А рекомендации не всегда будут выкидывать вам ролики. А если вы уже подписаны, то вы молодец, классный парень, и вы сами знаете, что делать. Ну, а я с вами прощаюсь. Играйте в хорошие игры. А я, я, вот это я. Поиграю в плохие. Удачи. Пока. 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 До свидания. Блин, какой же я тупой, сука. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok